САВИСАР САВИСАР Ему что берет пример восстановления после травм именно со спортсменов. САВИСАР заверил, что усиленно тренируется и через месяц планирует встать со своего надоевшего ему кресла. Ну а кульминация активности мэра в изгнании, как его теперь называют, пришлась на воскресенье, когда он провел беспрецедентный день открытых дверей на своем хуторе Хунди Сильма, приняв по самым скромным подсчетам более четырех тысяч гостей. Мне хотелось как-то морально поддержать Эдгара. Ну не знаю, если это удается всем нам, я думаю, что удастся. Всем нам настолько много. Да, я думаю, что это очень классно, что так много людей интересуется такой вещь. Интеллектуалы, как правило, сторонятся подобных акций, тем более неожиданным кажется поступок дирижера Эри Класса, посчитавшего необходимым поддержать политика. Обвинить маэстро в ангажированности, конечно, сложно. Ну я хотел приехать и выразить свою поддержку Сависару в этой страшной ситуации, которую сейчас создал никто другой, как министр юстиции Эстонской Республики. Это был очень пошлый шаг, выражать свое личное очень мелкое и очень как бы злодебное высказывание в честь этого, не в честь, а в позор самого себя. Разумеется, заметную часть пришедших на день открытых дверей составили соратники Сависара. Но столь интересную возможность посетить ставший почти легендарным хутор Хунди Сильма не пустили и многие жители страны, причем со всех уголков Эстонии. Для любого политика очень важна демонстрация подобной народной поддержки. Они мои друзья и я постараюсь стоять за них, потому что мы довольно близкие. Они меня поддерживают на выборах и не только на выборах, вообще ежедневно. Я тоже постараюсь стоять за их. Это самое главное. Вы не думайте, что я остаюсь на весь жизнь сюда, Галяску. Я уверен, что рано или поздно я буду. Я уже 20 августа стоял, буду еще стоять. Однако политическая жизнь и борьба за постлидера центристов продолжается без скидок на проблемы со здоровьем. Нарвская организация решила поддержать Кадри Симпсон, председателя парламентской фракции центристов, в качестве потенциального конкурента Эдгара Сависара. За нее высказались также несколько региональных отделений партии. Однако мощную поддержку Сависару оказала, например, евродепутат Яна Том, безоговорочно поддержавшая его кандидатуру, как, впрочем, например, и все вице-мэры столицы. К тому же не следует забывать, что на последних выборах он собрал рекордные 40 тысяч голосов, игнорировать которые будет сложно. Да и 4 тысячи гостей на хуторе – тоже заметный аргумент во внутрипартийных спорах. Владимир Михалков, Александр Сахаров, Титкарк, Первый Балтийский канал.